Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. В июле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по обвинению в организацию убийств. В связи с тем в Хабаровске начались волнения, которые не утихают до сих пор. Однако временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев уже успел отличиться за столь короткий срок. Напомним, что он большой эксперт в области финансов. Чиновник рассказывал о том, как американская купюра, висящая на его холодильнике, приманивала некачественные продукты. Но он сделал ход конем. Как только я повесил 500 рублей с православными крестами Соловецкого монастыря, вы знаете, у нас и продукты с женой и детьми стали намного качественнее. Недавно Дегтярев снова отличился, когда встал финансовый вопрос. В эфире телеканала «Губерния» Дегтярев доходчиво объяснил гражданам, почему они не могут критиковать распределение бюджетных средств. Ведь, по его словам, никаких народных денег давно не существует и распоряжается средствами президент, правительство и Госдума. А то у нас любят, понимаешь, хай-вай, народные деньги. Народные деньги, да, но кто ими имеет право распоряжаться? Тот, кто избран народом, то есть президент и Дума. Народных денег уже давно нет. В программе поднималась тема финансирования больших проектов, вроде развития территории острова Большой Уссирийский и строительства моста на Сахалин. В начале октября президент России Владимир Путин напомнил, что вопрос строительства моста на Сахалин не потерял актуальности. Ранее сообщалось, что проект предварительно оценивается в 576 миллиардов рублей. Это какие же деньжищи-то? Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания губернатора о народных деньгах. Зато недовольные пользователи сети были возмущены тем, как Дегтярев списал со счетов налогоплательщиков, чьи деньги формирует государственный бюджет. Деньги ваши будут наши. Хотя, как по мне, критика Дегтярева все же не совсем оправдана. Ведь он всячески пытается доказать, что он с народом. И если нужно, он за народ и в огонь, и в воду, и в баню. Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками в бане, я с удовольствием буду это делать. Я люблю баню страшно. До скорых встреч!